18 марта лабытнанцы приняли участие в акции «А у нас во дворе», проголосовав за свой кластер или группу домов, находящихся рядом. Победители, а это 16 дворов, могли выбрать приз, детскую, спортивную площадку или малую архитектурную форму. Затем жители этих дворов были приглашены на проектный семинар для выбора дизайн-проекта. С начала недели началась практическая реализация акции. Выбранные конструкции занимают свое место во дворах. Репортаж Андрея Симоненко. Уже смонтировано 5 площадок из 16. На некоторых осталось только повесить сетки на баскетбольные кольца и качели. Чем подрядчики и занимаются. Это двор на Дзержинского, 48. На улице 40 лет Победы также не хватает только качели. Их местные ребятишки смогут опробовать уже завтра. А на рабочей улице дети уже освоились на своей площадке. Раньше у вас здесь пусто было, да? Не на чем было играть? Раньше была маленькая горочка вот такая вот. И все. Но она была сломана. И на ней никак не качели. А там вот этого не было. Качелька была и вот этот вот домик. И все. А теперь появилась у нас площадка. Именно классно. Да. Предыдущие конструкции совсем не отвечали детским требованиям. Зато теперь малыши довольны. Старая площадка стала новой площадкой. Что тебе особенно тут нравится? Мне нравится новая горька и вот такая вот труба, которая... Вот смотрите, как можно спускаться. Е-е-е! На всех площадках разные наборы конструкции, так как выбирали, что установить сами жители. На Пску-55 популярностью пользуется вот такая качель. Потому что она большая и можно все вместе качаться. Угу. Так. А вообще, как получился целиком городок детский? Ну, мне кажется, что это самая площадка тут нормальная. При выборе конструкции жители руководствовались только личными предпочтениями. Не обязательно было склоняться к спортивной или развлекательной составляющей. Здесь всем детям нравится эта вся площадка. Еще 11 площадок подрядчик планирует установить до конца августа. Андрей Симоненко, Кирилл Сементьев. Программа «Время местное». Программа «Время местное».